Шанти-шанти-реф и складная кружка. Надо было сказать шанти-шанти-реф и нож, который я забыл заточить. Потому что это прям стыд и позор. Вот. Кружка складная. В чем же ее сложение? Вот. Берем ее за хвост. Опа! Пошла, пошла, пошла. И получилась кружка. Ну, какой... Теперь назад. Подожди. Какое мое имхо? Ну, вот, честно, ну, нахрен это не сдалось для регулярного использования. Ну, если вы там легкоход-экстремал, ну, возьмите, блин, банку консервную. Ну, серьезно, ну, не ебите мозги себе и остальным. Если вы легкоход-конструктивист, ну, возьмите пакет вот из теплоида, говноида какого-нибудь. Из порошка картофельного, из горчичного, не знаю. Есть, знаете, зиплок, он еще сверху застегивается. У них прекрасная вода влезает совершенно. Я не говорю, что это будет прям офигеть, как полезно для здоровья. Что там с пластиковым слоем случается. Вопрос отдельный. Ну, вы что думаете, вот это полезно для здоровья? Прям офигеть как, да? Не думаю. Вот для чего такая штука может быть полезна? Это для НЗ. Это так называемый, я сейчас цитирую наших подписчиков, съебанный чемоданчик. Да? На случай внезапного БП. Вот. Либо какой-то набор выживания. То есть, благодаря тому, что она такая не особо-то и ломаемая, на нее можно падать. Она, в принципе, мнется, гнется. Ничего с ней не происходит. То есть, выдерживает кипяток, можно ее привязать. Она открывается, закрывается, не занимая большое количество мест. Пригодно для хранения внутри себя чего-нибудь еще. То вот для выживания какого-то это хороший вариант. То есть, это запасная кружка. То есть, сюда можно убрать немножко таблеток для хлорирования. Кусочек, не знаю, оргстекла для разжигания. Может быть, нано-зажигалку. Ну, паракорд, конечно, для трусов, чтобы тактические трусы тактично восстановить в лесу. Вот. Для этих задач она годится. Также, кстати, интересно, насколько хорошо она горит. В рамках офиса. Сейчас у вечера мы тестировать не будем, пожалуй. Но вообще, что-то мне закрадывается подозрение, что можно ее потихонечку шинковать и использовать для розжига. Но в качестве основного нет. Ну, вот в обзорах на Daily Lab смогли видеть, у нас есть такие, типа, черпачки из похожего материала, только более жесткие. Они тоже относятся к эре десятых, тринадцатых годов. Потом все это практически прекратилось к выпуску и продаже. Это вот рудименты остались. Раньше их брали, потом брать прекратили. Ну, и поставить их в Россию тоже прекратили. В общем, ваше мнение, на самом деле, интересно. Может быть, я что-то не просек. Но мой вердикт такая странная, непонятная фигурина.